Девушки отдыхают Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Он будет босса возить? Нет, от тебя работа так просто не уйдет. Ненавируй сидеть без дела, скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу более. Как думаешь, что мне надо... Это не ко мне вопрос, Карл. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Девушки отдыхают или Сэмом. Боюсь, для тебя бар закрыт. Что-то дельное нашел? Нет, я... Я за тобой слежу. Понял? Понял. Какие-то проблемы? Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Боли за тебя ручается. Первая познакомлю тебя с Вилли. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже сто лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Если вам нравится, нас такого еще много. Дон, рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долгая. Если Дон захочет купить еще, можем встретиться за городом в каком-нибудь тихом месте. Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Я знаю одно место. А это еще кто? Поли, он с тобой. Ага. Ясно. Ага. У нас полно таких мест. Ага. Продолжение следует... Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, все же чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если битой недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если поле станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Если парни тебя не прогонят, загляни ко мне попозже. Намучу тебе ствол. Если хочешь, осмотрись. Только не вздумай ничего выносить. Копы только и ждут, как бы это все заполучить. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально же. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей! Эй, извини, Ральфи. Я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли. Да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не ход-род. Но по городу ездить можно. Ладно. Погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал, снова бездельничай. Подожди, перережу тебе тормозную шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знай я, Ральф, а наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да. Новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет. Но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Борелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи, мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, у нас это пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухладов, какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дабочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая шратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежем так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сбегается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Нордпарке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Громилл и Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда, проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят? Давай, не сяди с этим, Бом. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, да? Ага, вот так. Почему босс никаких дел нам не поручает? А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подбери сзади и втащи его. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Главное, что платье нужно. Да, что есть, то есть. Нет, нельзя. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты не счешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Кто такой? Я не дозумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу желяют ребята с Альери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень. Вот как-то раз у меня было отлично. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Я не буду за тебя это делать. Давай, Том. Время поджимаем. Время поджимаем. Ах ты ж. Эй, отвали от машины. Влобби ему, Зо. Тебе что, жить надоело? Эй, том, скорей. Сейчас придут другие. Швыряй молотом. Поддай тут огоньку. Вот так. Хорошо пошла. Жахнуло на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит, и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Общаться в тридцах горящих машинах норм парке. Это рядом с баром Морелло. Только не возьмите его, ребят. Старые способы, самый верх. Прямо в ворота. Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Поехали. Прямо через ворота. Они затягивают. Гони, гони. Твари. А, черт. Том, легавые. Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Мы почти ушли от них. Почти. Я сказал, держись подальше. Ты не понял? Его заметили в горст-парке. Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Проблемы нам не нужны. Продолжайте поиски. Он управление потерял. Продолжайте поиски. Езжай осторожно, Том. Проблемы нам не нужны. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем друг друга. Пронесло. Поехали, доложим посл. Я думал, легавые у Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший дом. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Нет. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Нет. Я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. А однажды мы с Винчевцем разболтались возле бара. И я стал с ними работать. Десять лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше. А Винни уже старый крыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Братам или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с доном «Не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. В Лить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота! А-а-а! Продолжение следует... 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 Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи, повар так себе. Зато его дочь Сара Мадонна. Продолжение следует.